1874 год Но публика все пребывала и пребывала В этот день антрепренер Медведев впервые представлял в Казани русскую оперу Давали жизнь за царя Глинки Громко близка не раздавался, не смолкая целый вечер Уже тогда газеты писали о Казани Поистине этот город не уступает Санкт-Петербургу и Москве Ведь представления казанской оперы не уступают представлениям императорских театров Так повелось еще в 19 веке Оперный театр это символ, по которому можно узнать культурную столицу мирового уровня Ведь опера это самый масштабный театральный жанр Такое зрелище по карману только самым экономически успешным городам и республикам С другой стороны, опера может оценить только искушенный зритель Не во всяком городе жители настолько культурно развиты Чтобы заполнять тысячный зал на каждом представлении круглый год Наконец, в-третьих, опера требует профессиональной среды подготовки кадров Она развивается лишь в тех городах, где есть сильные музыкальные школы Консерватория, полиграфические, художественные училища, музыкальные коллективы и оркестры И потому опера это не просто театр Это символ культурного развития, знак качества Это традиция, которая формируется десятилетиями, даже веками В Казани ее история насчитывает уже 140 лет Я был в Франции, смотрел опера-спектакль в Геоне Он хуже начал, намного намного уже, намного он тяжел Я был в Глянке, смотрел опера-театр национальный театр Шикарнейший зданий, шикарнейший оркестр, шикарнейший Ход, но хуже начало намного Я считаю, что это один из лучших театров мира вообще Мне нравится очень многое в нем Как его внешняя визуальная сторона, так и внутренняя наполненность Мне нравится, что есть все-таки здесь в какой-то мере присутствует понятие храма На старых открытках и фотографиях сохранился облик первого городского театра Казани В конце 19 века на его сцене блистали известные артисты Боголюбов, Круглов, Тартаков, Собольщиков в Самаре, Сахаржевский И здесь же впервые, когда еще в качестве статиста Вышел на сцену величайший российский певец Федор Шалятов Хотя мы его знают как солиста Большого и Галерийского театра Парижский опера Федор Иванович, наш казанский артист Здесь он родился, и здесь было положено начало его блистательной карьеры В Казани он увлекся театром Впервые вышел на сцену В Казани он поступил в труппу Серебрякова Где ему впервые доверили исполнять оперные партии Субтитры создавал DimaTorzok Увы, в революции 1917 года навесла сильный удар по развитию казанской армии Резко сократилось количество постановок В 1919 году огонь погубил здание театра А три года спустя Шеребен покинул Советский Союз И был лишен права вернуться на родину Он умер в Париже в 1938 году Тогда еще никто не мог предположить, что в 80-е Шеребен снова вернется в родной город В Казани в качестве символа оперного фестиваля В чем секрет фестиваля Шеребен? Николай Дубровский В имени Федор Иванович Шеребен Вот без секрета Другой нет Фигура, которая на сегодняшний день Даже то поколение, которое родилось Они знают эту фигуру в Европе и в мире Вот романсальная вещь Еще один человек, который вернулся в Казани-легенду После смерти Великий татарский поэт Муса Джалю Перед войной он был первым заведующим литературной частью в татарском оперном театре Написал несколько оперных либренд В 1942-м Джалю был ранен и попал в плен В плену он участвовал в работе подпольного антифашистского движения Был свачен гестапол и казнен В 1956-м году поэт был посмертным Господи звали в Герои Советского Союза Именно тогда театр у оперы и балета Было присвоено в его имя А в 1957-м Великий татарский композитор Назир Шиганов Написал о своем друге оперу Джалю Сегодня это одна из самых пронзительных постанов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1956-м году на Площади Свободы было открыто новое издание театра В 1957-м татарская тупа приняла участие в ДКЗе татарского искусства и литературы в Москве В то время на сцене блистали Нияс Даутов, Мунера Млатова, Фахрина Среддинов, Венера Шарипова, Азад Аббасов, Зульха Хисматуев Но увы, к концу 70-х казанский оперный театр пришел в упадок Спектакли едва собирали треть зала Ситуацию нужно было спасать И в 1981 году на Донбассе директор театра был назначен молодой руководитель Рауфаль Мухаммедзианов Год спустя по его инициативе был основан международный оперный фестиваль имени Федора Шалябина Который ознаменовал начал новой эпохи в истории казацкой оперы У нас найдены абсолютные преимущества То есть я вам сейчас перечислю Это касается первых репертуаров То, что мы стали Мы стали мировой репертуар У нас стали режиссеры, хореографы Которые работают на европейском пространстве Третий, прокат репертуара Продуман таким образом Что каждый спектакль тщательно готовится Это как праздник Каждый артист проникнут в те Любой человек на сцене Машинист сцены Артист на сцене проникнут как событие И он готовится У него нет как поток какой-то Как фильмы там 3, 5, 7, 9 Раньше фильмы пускали Театр, понимаете, 30 утра на тюрьме То есть мы им возможно репетировать полноценно и показывать То есть все в комплексе мы имеем то, что имеет казалось бы большое тело И вот то, что происходит фестиваль в вашем городе Смотрите, он сколько лет И он не заглух А ребят, на который съезжается огромное количество И приглашенных И зритель ждет все время Вот это, это планка Которая должна в общем Все время все-таки подниматься Значит, что ли какие-то, что-то новое, интересное должно быть И на этих фестивалях Если вы хотите узнать уровень театра Если вы хотите понять, что такое театр Вы приходите просто на будничный спектакль И вот будничный спектакль в казанском театре Такий же качественный, как фестиваль Это есть уровень Сегодня в России много говорят о необходимости инноваций на предприятиях О повышении эффективности управления, адаптации к рынку Удивительно, но казанский театр оперы и балета Живой символ традиций и консерватизма Стал одним из самых инновационных предприятий в Татарстане В сфере управления Здесь впервые в России была внедрена контрактная система работы Мы у признанной должности главного режиссера, главного художника, балетвестера На каждую постановку собирается команда талантливых людей со всей страны и из-за рубежа Такой подход позволил не только повысить качество постановок Он автоматически сделал казанский театр творческой площадкой международного уровня Если в былые времена зрители едва заполняли зал на 30% То теперь эта цифра достигла 96% Аншлаг на каждом представлении Купить билеты перед спектаклем стало невозможно А на сцене уже блистало новое яркое поколение звезд Венера Ганеева, Зиля Сунгатулина, Хайдар Бегичев, Юрий Борисенко В 1987 году в Казани появляется международный фестиваль классического балета Сам легендарный летающий татарин Гудольф Муриев посетил Казань И дал согласие на то, чтобы фестиваль носил его имя С тех пор два фестиваля, Шалякинский и Юрийский, являются международными брендами Казани В 1990 начинается активная гастрольная деятельность театра Гудольфа Казацким артистам, рукоплечивым зрителям Франции, Германии, Австрии, Голландии, Швейцарии За границей он подает более 150 спектаклей в год Место Казанского театра в российском контексте Это место единственного в России театра, который постоянно и в таком объеме сотрудничает с западными компаниями Принимает у себя певцов и дирижеров зарубежных Я не хочу сказать, что этого нет в других театрах Сейчас они появляются и в Большом театре, и в Мариинском Но вот что-то приняло такой систематический характер Я думаю, что в этом смысле Казанский театр в России Казанский театр Он первопроходит с ума Первым стал опробовать те модели, которые потом Кстати говоря, и тот же Мариинский отчасти принимал на вооружение Уже не без объявки на этот опыт Матери международного сотрудничества Ну, собственно, тот, чем он занимается последние 10-15 лет Таких прецедентов в России вообще больше нет Регулярные, ежегодные вывозы, спектакли Десятками Прокатов на европейских площадках Таких примеров в российской практике больше нет Во всяком случае, его период Меня зовут Стефан Бруин Я и пресаривец в Голландии Мне посчастливилось работать с людьми и сказателем Для нас очень важно, что мы все чувствуем гордость за то, что делаем Мы всегда предлагаем голландской аудитории самое лучшее Голландская аудитория любит традиционные постановки Но при этом не старомодные Это разные вещи Так вот, казанский театр очень хорошо умеет быть традиционным, но не старомодным В 2005 году балет «Сказание о Юсуфе» удостаивается в Государственной премии Российской Федерации в области культуры и искусства Ее вручают композитору Леониду Любовскому, либретисту Ренату Харису и исполнителю партии Юсуфа Нурлану Канетову В 2008 году солист Ахмед Агадзи получает «Золотую маску» за роль Дукая в опере «Лезиды Ахияровой» «Любовь поэта» А в 2011-м «Золотую маску» впервые получает оперная певица из Татарстана Альбина Шельмуратова за исполнение заглавной партии в опере «Дейцетти Лючия Ди Андермох» Альбина Шельмуратова за исполнение герой «Любовь поэта» Альбина Шельмуратова за исполнение герой «Любовь поэта» Миша Казах 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 Миша Казах